Меня зовут Оксана, я вообще сама из Хабаровска с Дальнего Востока, как Наталья Васильевна, но уже как два года живу в Москве, да. Сразу хочу что сказать, очень приятно быть в вашей компании со всеми осознанными и здоровыми людьми и богатыми, это очень классно. И большая такая гордость, если честно, за мою структуру, спасибо Мииру большое, что нашёл время, присоединился и сказал несколько важных слов. Действительно, я видела в комментариях, написали, что это осознанный доктор, это так и есть. И я знаю, что в Коралловом клубе большое количество вообще докторов, профессоров, нутрициологов, врачей, которые сейчас в практике либо оставили свою практику, и на самом деле это люди действительно осознанные, потому что медицинские вузы не дают так расширить сознание. Учат по системе определённой, выгодной для Минздрава здравоохранения, да, а далее для фарминдустрии. У меня всегда эта тема животрепещущая, к ней отношусь, потому что, ну, сами все мы знаем, понимаем, что когда из кафедры хирургии, это означает, что есть что удалить, да. То есть для этого и существует эта специальность. То есть, в принципе, хирургов-то и не должно у нас быть, по идее. То есть мы должны все вылечиваться и не болеть, собственно говоря. Для этого и есть у нас система концепции здоровья в Коралловом клубе. Так, что мне надо рассказать? Оксана, ну расскажи с самого начала вообще, как ты пришла, сколько ты была, какие результаты, как ты стартанула сейчас, почему, что тебя смотивировало? Я 2003 года в Коралловом клубе знаю о продукции очень давно, то есть это уже 20 лет, да, получается у нас. Что меня смотивировало? Это история про онкобольную женщину. Я была офис-менеджером Натальи Васильевны в Хабаровске, в клубе. Не верила ни во что. Мне 19 лет, я вообще молодая, здоровая, никаких глистов во мне нет, что вы, боже упасите. Пример онкобольного человека дал мне понять, а я была беременная тогда, 8 или 7 месяцев, дал мне понять, что я хочу на себе это испытать, увидеть результат, чтобы точно начать вообще во все это верить, да, и понимать. Прошла коловаду, тогда кроме коловады, в принципе, были еще капельки, капельки, сейчас их убрали, очень классная вещь была. Я взяла сразу хаткорт, пошла во все тяжкие, проколовадилась, увидела результат, полный унитаз, мне этого было достаточно. И, чтобы вы понимали, я все равно продолжала не верить, вот, тотально, что я сделала. Можно я расскажу Наталью Васильевну? Да, да. Я взяла набор номер 5 или номер 4, 4 тогда были травки, капсулу отнесла в ДНК-лабораторию в Хабаровске, потому что думаю, ага, эти американцы в эти капсулы подсыпают личинки, понимаете, как меня крыло вообще. Я отнесла, мне через три недели дали результат, что соответствует полностью составу, написанному на банке, а я тогда потратила тысяч пять, это очень дорогая экспертиза была. Я так пожалела, что я на эти пять тысяч не купила пять каких-нибудь витамин в себе или травок, а пошла вот эту дурю занималась, но у меня началось тотальное доверие, и, в принципе, с тех пор кора муравьиного дерева, серебро и папайя у меня дома все 20 лет. Это у меня и у детей. Были временами моменты, когда я не могла позволить, я была как потребитель 20 лет, как потребитель. Бизнес не рассматривала. Энтузиазма много, хочется самой пахать, что-то делать, развиваться, ну, то есть не заниматься онлайн-доходом резидуальным. И последние восемь лет я работаю косметологом. Но настал тот период, мне сейчас 39 лет, настал тот период, когда я начала мечтать о будущем. Что это означает? Я хочу жить во всех местах планеты. Три месяца или месяца в Вьетнаме, пять месяцев в Дубае, два месяца в Москве, потом в Корее, потом в Африку и так далее. То есть меня это очень заводит прямо, что я свободный человек, я путешествую, я не задумываюсь о том, как мне заработать эти деньги на это путешествие, или там найти мужика с деньгами, да. То есть чтобы меня вот это все не грузило, я поняла, что мне нужен какой-то онлайн-доход. Следующий мой толчок к этому шагу, да, чтобы начать зарабатывать деньги так, я взяла дом, частично в ипотеку в Подмосковье. Вот буквально это был июль месяц. Выйдя из банка, увидев свой график платежей, я поняла, что я в какой-то тюрьме оказалась финансовой. Мне еще пахать и пахать косметологам, а я уже устала зависеть от своей руки, от этого шприца, от ботекса, от кушетки, от клиентов за восемь лет. У меня столько много этих клиентов прошло, меня уже это никак не мотивирует на дальнейшее развитие в косметологии. Позвонила Наталья Васильевна. Коралловый клуб всегда в моей голове был где-то на заднем плане, я знала, что когда-нибудь я займусь, пока у меня хватает сил просто ходить на работу и работать. Но тут я поняла, что надо что-то менять. Позвонила Наталья Васильевна, говорю, Наталья Васильевна, так и так, как начинать? Она говорит, ты хочешь, чтобы твою ипотеку компания взяла на попечительство? На себя. На себя. Платить за себя ипотеку. Я говорю, конечно, она такая, все делаем. За семь дней, а какую я закрыла квалификацию? Я не помню. За семь дней ты была серебряным, да. Серебряный директор. Товарооборотом изумруда, потому что ты не выстроила сверху. 3500, да, по-моему? Да, да. Да. А за август я, в принципе, закрыла директ, ой, бриллианта, да? Товарооборотом 9200. Я вам хочу сказать, что я этим нифига не горжусь. Для меня это очень мало, потому что, ну, я хочу уже сейчас чек от 10 тысяч долларов, от 15, от 20, то есть это мало. Ну, Наталья Васильевна говорит, выйди, расскажи. Я говорю, чем хвастаться? Для меня это ничего. Но что я хочу заметить? Те деньги, которые я получаю сейчас от компании, ну, я называю это вообще благодарность компании мне, что я порекомендовала кому-то классные, да, какие-то продукты. Вот эта вот благодарность, которую я получаю от компании, вот ту сумму, которую я сейчас имею возможность здесь получить, чтобы получить такую сумму мне в косметологии, мне на это пришлось года убить. Ну, то есть учиться, развиваться, получать какие-то осложнения, расстраиваться, потом заново опять идти на работу, опять колоть, общаться с клиентами. То есть здесь я этого достигла за месяц, я была дома, либо в поездке, и это меня больше и мотивирует, что я не завишу сейчас, в каком месте я нахожусь, что я чем занимаюсь, в пижаме, умылась, в кровати лежу или сижу ужинаю, да, у меня постоянно идёт только в плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. И вот это оно и мотивирует, собственно говоря. Я на своём вот примере рассказываю, да, что для меня сейчас сложно на сегодняшний день, это привязка к кушетке, к моей руке, не дай бог, да, с ней, чтобы что-то случилось, я же не смогу на хлеб себе даже наколоть, потому что она будет не работать. Вот, а здесь как бы оно, ну, всё пассивно, резидуальный доход, и дальше бонус от компании, ипотеку отдать компании, и всё, и жить в кайф. Свобода. Ну, замечательно, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, сегодня у тебя уже какой-то вароборот, ну, всего-то у нас прошло, там, шесть дней, это мало, конечно, и я думаю, что, да. Ну, 1 сентября он уже был 580, а на сегодня 1850. Ну, да, маловато называется, да. И скажи, пожалуйста, где ты берёшь своих людей, сколько в твоей организации сейчас людей за этот месяц? Самое первое, с кем я начала практиковать, это мои были клиенты, ну, они и остаются дальше, мои клиенты, то есть здесь очень большая идёт привязка, вот, ну, я не знаю, как в других сферах, у нас в косметологии очень много стало аллергичных людей, очень много лет подряд женщины ходят к косметологу, все косметологические препараты имеют в наличии токсины, даже обычная мезотерапия. Эти токсины копятся, в дальнейшем это вызывает сенсибилизацию, привычка организма, и она уже даже, ну, скоро на физраствор уже у человека будет аллергия, очень много стало анафилактических шоков, квинки, ну, то есть это прям страшная работа началась у нас, раньше было попроще. Я это всё связала, плюс женщины любят коллаген, витамин, да, они всегда у меня спрашивают, Оксана, что попить, чтобы сохранить процедуры наши и так далее. Я начала рекомендовать стандарт вообще, детокс и коллаген. Детокс-коллаген, детокс-билурон, детокс-парашил, то есть всё на фоне детокса однозначно, потому что сам уже детокс даёт результат. У меня клиенты это всё распробовали, то есть я протестила, так скажем, сделала тестовый запуск, хотя уже есть, да, 7,5 миллионов людей, кто протестился, но тем не менее, надо было, чтобы мои люди это увидели, не только на мне, плюс обязательно рассказываю свои результаты, результаты своих детей, своих близких, знакомых, либо родственников. Они тоже очень ярко играют роль во всем, в этом связующем, во всём. Не просто я говорю, попей детокс, а я говорю, попей детокс, вот я попила, у меня то-то-то, это моего клиента. И вы знаете, у меня клиенты, пропив детокс и там какие-то коллагены, они реально увидели результаты, то есть 100% из 100. Я для них выросла как эксперт в области косметологии ещё выше, авторитетность ещё больше получила. Они уже своим знакомым детям, родителям, сами уже что-то там рекомендуют, какая-то структура строится, уже вышли на самоокупаемость, уже хотят зарабатывать. Второй этап у меня был, это мои коллеги. Я видела, как некоторые тоже, кто-то подустал, кто-то хочет больше денег, кто-то, ну, в общем, начала предлагать коллегам, и часть из них очень даже быстро, дружно схватились. Один из них это Мир с Израиля. Мне очень приятно. Мужчины вообще такие люди уникальные, честно вам скажу. Будь моя воля, только бы с ними сотрудничала. Сказал – сделал. Сказал – сделал. То есть мне вот это очень в нём нравится и прельщает. Ну и женщины, конечно, у меня девчонки тоже молодцы. Во-первых, всё на своём результате, девочки, однозначно. Если мы кого-то регистрируем, рекомендуем, предлагаем... Скажи свой. Результат-то скажи. Ребёнка? Да. У меня ребёнок второй, когда родился, ну, с первой я беременная проколовать делась, там всё вот это, периодически я напила капельки эти номер семь раньше антипаразитарные были. Потом у меня был большой перерывчик, ну, ничего никто не чистился, так скажем. А второй ребёнок родился, начал ползать. Никогда в жизни я не знала, что такое зуд в отверстии анальном. А полгода моему ребёнку ползает, соску роняет, коридор, песок, всё, тут же соску вроде не успеваешь помыть. Я почувствовала симптом, что кто-то во мне живёт. Взяла сразу коралловский продукт, аптечный, очень боюсь. То есть я все 20 лет детей аптечными лекарствами не лечу. У нас нет даже градусника дома, у нас дома из аптеки вата, бинт, зелёнка и йод. А, физраствор, это дышать, если вдруг сопельки, и хлоргексидин, ничего больше нет. То есть никакие температуры, ничего не сбивали, всё кора нам сбивала. Я, мне кажется, пропитана этой корой, как никто другой за 20 лет. Взяли противопаразитарку я себе, ребёнку начала давать в паперсе, 5 штук каких-то белых. Наталья Васильевна фото скидывала, она сказала, что это анкилостома от животного. Животного с нами нету. Я говорю, как так? В общем, вспомнили, что я беременная жила, у нас был щенок. Я с ним целовалась, слабызалась. Я ребёнку в утробе занесла эти яйца. Он у меня целый год растил эту живность, понимаете? Вытравили, всё. После этого начали чистить лимфатитку делать, лимфу протечать после антипаразитарки. Начался конъюнктивит. Из глаза вытащили червяка на фоне этого, красного, жирного, как нитка шерстяная такая. В общем, шок-шок был. Муж был недоверяющий. Орал на меня, что я вообще ему даю траву какую-то. Его всего там обнесло. Когда увидел червяка в глазу, спросил, сколько ещё ему осталось спить. Я говорю, ну ещё пару недель. Он говорит, давай, давай, говорит ему, всё, всё, путь пьёт. То есть всё, поверил. Но такие вот результаты, когда, конечно, делюсь ими, у людей прям включаются. Ну и уже есть результаты в моей структуре, меня это тоже не может не радовать. Продолжение следует...